Сам спортсмен хочет помириться силой с известным боксером из Казахстана, обладателем двух чемпионских поясов Геннадием Головкиным. С ним Пирог должен был встретиться еще в августе прошлого года, но не позволила полученная травма. После этого Всемирная боксерская организация лишила спортсмена из Геленджика чемпионского титула. Спустя год он вновь готов побеждать на ринге. О своих планах Дмитрий Пирог рассказал на встрече с губернатором Александром Ткачевым. У нас всех шокировало решение судей о том, что без боя решить для этого звания. Я думаю, что для миллионов болельщиков, особенно для жителей нашего края, это есть совесть чемпионов мира по боксу, и мы, естественно, этим гордимся. И я думаю, что нам нужны новые победы, чтобы доказать действительно свое право быть первым. То, что пояса лишили, это немножко такие политические аспекты. Я думаю, что я просто нахожусь уже на том уровне, когда пояса это не столь важно. Главное, что хотят видеть зрителя. Это точно, да. Последний поединок Пирог провел в мае прошлого года. Он одолел сложного соперника – японца Набухира Исиду. Сейчас кубанский спортсмен усиленно тренируется, чтобы в сентябре вновь выйти на ринг. Кроме этого, в его планах открыть несколько боксерских школ в Краснодарском крае. Этот вопрос экс-чемпион мира обсуждал с Александром Ткачевым. То, что от меня необходимо, мои знания, мой опыт, я это буду предоставлять тренерам, которые будут привлекаться, которые будут желанием заниматься. И самое главное – дети там будут тренироваться бесплатно. Это одно из основных моих таких условий. Бокс наряду с футболом и баскетболом набирают популярность в крае. А открытие школ, где мастер-классы будет давать известный во всем мире боксер, позволит развивать этот вид спорта, считает губернатор. На территории края 52 отделения бокса. Такого не было никогда. И занимаются более 9 тысяч ребят, подростков. И, конечно, для них ты являешься кумиром, спортсменом номер один. И поэтому я обязан таковым оставаться. И хочу пожелать тебе, конечно, новых побед еще и сильных. Спасибо.